До Турне добрались поутру. Мерзкий дождь, что принудил отряд к злосчастному постой в мельнице у переправы через Эско, не позволив попасть в город затемно, наконец-то изволил уняться. И это было хорошо. Хорошее, как водится, потянуло за собой присущее ему отрицание сиречь нечто поганое. Поганым оказался туман. Жирная измокшая земля принялась отдавать накопленную за сутки влагу. Дальше должно было стать совсем гадко, ведь солнышку на небе не противостояло ни облачко, ни тучки, а значит, когда оно восстанет над горизонтом во всей красе, туман обречен будет стать душным жирным маревом, от которого сходят с ума и люди, и кони. Пока же монахи еще поднимались на хоры в Нотр-Дам-де-Турне, чтобы возгласить антифон «Лаудаты доменум де келес, лаудаты эюм инекс кельсис», с чего начиналось «Лаудос матутины». Всадники де ла лена шли сквозь исполинский туманный язык. Лучи светилы еще только начинали растапливать его, и сквозь белую занавесь едва проступали очертания стен города. Лошади шли понуро, хмурились люди, не слышно было даже обычных путевых пересудов, дай бог выругать жандарма или паша, одернув лошадку, или просто так, от общей гнусности бытия. И мы не станем осуждать их, добрый читатель, ведь нам не выпало вскакивать до рассвета и ежась от предрассветной сырости обихаживать хмурых скакунов, чтобы после трястись в седлах, едущи сквозь непроглядную сырую мглу. Даже угоды ламье, высеченные из кремния и стали, обозрев округу по выезде из села, приютившего их, не стал наряжать фланговый и головной дозор. «Г дьяволу! Все одно, собираешься поссать, так не увидишь, как обгадишь гуся», — сказал он с солдатской прямотой. «Ха-ха! Сейчас не время!» ответил зевающий Жерар. «Ссать на гусей?» «Отбивать яйца оседло! Спали бы себе! Ха-ха! И спали!» «А к черту дозор еще потеряются ищи их потом!» «Кого? Яйца?» «Тебя, молодого дурака, потому что ты и так среди трех сосен заблудишься!» Огрызнулся де ламье. И это был последний связанный диалог до самого турне, да и тот, надо признать, не блистал. Потом наступила пора нового диалога с воротной стражей. Стража бдела. Отворять город до заутрени не полагалось, вот они и не отворяли. Пришлось рутинно козырять герцогской подорожной, чтобы в конце концов ехать за преграду стены башен. Столь ранний визит в турне не входил в планы Филиппа, как и, о господи, потеря умелого лучника Пьера. Поэтому, чтобы не усугублять, порешили не поддаваться соблазну, проехав город без остановок. И уж там, до самого Монса, и точно без приключений. Перевалив через Эско, по набережной Сен-Бри добрались до церкви Святого Иоанна, распугивая утренних прохожих, а оттуда по улице епископского посоха до ворот епископа Вальтера де Марви. Все так же, распугивая проснувшихся буржуа. Ворота выглядели надежно, покидать их было куда как жаль, всем хотелось остаться под их защитой хоть на денек. Но что поделаешь, служба. Когда ворота имени грозы еретиков-катаров, грома божьего, героя Пятого Крестового Похода и друга самого Франциска из Осизы, сделали им ручкой, голову Кавалькады нагнал неугомонный в своем любопытстве шотландец. Расправившись с галантными обязанностями, наподобие «Доброго вам утра, досточтимые сиры», он спросил. Мессир де Лален не соблаговолит разъяснить ни одну крайне неочевидную деталь. Мессир благоволил, чему способствовала недолгая утренняя свежесть. Когда солнце уже распугало туман, не поспев, однако, накалить воздух и землю до пределов мучительных. «А отчего мы не следуем по реке?» «По реке?» Не понял Филипп. «Мы только что переправились через Эско, и если мне не изменяет память, у Монса переправимся еще раз, но уже в обратную сторону. Так не легче ли нанять лодку и со всем комфортом добраться до Монса водою?» «А, теперь понял. Нас тридцать пять, нет, тридцать четыре человека, и целый табун лошадей. Нам не лодка нужна, а ког. И ради чего? Ради одного дневного перехода. Понятно-ка бы от самого брюгги рекой, но так не выйдет. Было бы чудно». «Было бы, было бы», — проворчал Уго, ехавший позади своего воспитанника. «Плыть-то против течения. То есть нас любой дурак сможет остановить да вот хоть тем же бревном от давеча у моста. Вот это было бы куда как чудно. Все на одном кораблике в тесноте и не убежать, чисто когаси в бочке». Жерар, следовавший по правую руку от Филиппа, счастливо рассмеялся. «Ахахаха, это, сержант, наш доблестный тевтон, опасается бродячих банд, которые, как вы недавно слышали, обязательно разбегутся по окрестностям, как крысы по амбару, стоит нашим сюзеренам заключить мир». Синклер, пустивший Воронова рысью, а шую и лаленово курсье, хмыкнул, сбив на лоб шляпу и почесал рыжий затылок. «Выглядит разумно, если рассудить». «Из-за этого разумно мы вынуждены ползти дешеме, как гусеницы». Жерар умудрялся облегчаться в такт короткой рыси и, ловко склонившись к гриве, разглядывать шотландца, чье обличье почти полностью скрывала Филиппова фигура. «Извольте показать хотя бы одного дезертира, и я слопаю собственный шаперон. Мы же где следуем? Да в богоспасаемой Бургундии! А война где? Там! Во Франции!» Шотландец вновь хмыкнул, лелея какие-то свои мысли, а Ого ответил еще более ворчливо, адресовав первую часть фразы Синклеру. «Молодой еще, не понимает». И для Десульмона. «Ты думаешь, что война – это та драка в Мон-Лири, в которой тебе довелось поучаствовать? Война – это бесконечная грязь, в которой копошатся кучки мародеров. Называют их всяко. Разведчики, разъезды, фуражирские отряды, отбившиеся от войска, сбежавшие из войска. А суть одна – мародеры! И все они режут глотки, угоняют коней, раздевают убитых, тащат все, что плохо лежит, и опять режут глотки. И после заключения мира ничего не кончается, а только начинается. Вот что такое война. Ей плевать на границы. Мародер будет грабить и резать, и под Монсом, и под Марлем, совершенно материально до тех пор, пока не отыщет его пика или крестьянские вилы. А что у нас впереди? Жерар не желал сбиваться с выбранной саркастической манеры. Он не выспался, и ему хотелось чего-то такого, чтобы хоть как-то раскритаться собственной неустроенностью. — Впереди у нас светлое будущее! — Дурак! — беззлобно выругался немец. — Впереди! Ардены! Это вам не эти вот веселые лесочки с рощами! Это настоящий огромный лес, подлинное раздолье для разнообразной мрази! — Выглядит разумно! — молвил шотландец, опять почесав рыжий затылок. — Был он ночью нещадно кусан клопами, которые взалкали редкой в этих краях гельской кровушки, и теперь страдал. Кстати, о страданиях. Филипп хоть и был в том возрасте, когда все болячки заживают, как на собаке, но арбалетный болт Примон-Лери молодой рыцарь поминал регулярно, и чем дальше, тем чаще. Поминал тихим, не злым словом, поначалу. Однако с течением Лиэ ребра болели все сильнее, ему бы лежать или неспешно прогуливаться. А вместо этого принужден он был трястись на спине коня, по меткому Жерарова выражению, отбивать яйца оседлом, ну и вообще совершать массу резких движений. Посему тихое и не злое слово все чаще сменяло слово громкое и вполне злое. Например, теперь, когда в двух сотнях пярше от турне германец запустил отряд из шага в рысне и, поинтересовавшись мнением командира на этот счет. Наворочавшийся за ночь на жесткой крестьянской кровати Делален, которому внезапно тряхнул послушный знакомый команде конь, сказал что-то вроде «Ном дю дьё де потан де бордель де мэр де салопериде коннар де инкулет де там мэр». Впрочем, точного звучания фразы уже не выяснить. Сказал достаточно громко, чтобы его услышал Жерар. «Полит», — сочувственно поинтересовался он, а корректный шотландец предпочел поотстать, заняв свое место в строю, но его прощальную фразу все соседи расслышали вполне явственно. «Обожаю французский язык, особенно ругательство, как будто подтираешь задницу мягким шелком». «Ерунда», — скривился рыцарь, потирая грудину через дублет и рявкнул коню. «Да не рви в вожжи, скотина!» Гнидой как раз чересчур настойчиво попросил повод, резко вытянув шею вниз, так что ругань надо признать вполне справедливой. Де Сульмон покачал головой. «Да, эх тебя. Может, приказать шагом, а то ты с лица какой-то серый». «Шагом, шагом, шагом мы и до завтра к Монсу не доберемся. А лучше бы добраться, сам понимаешь. Или тебе охота ночевать в поле? У нас ведь ни шатров, ничего». «Не охота», — подтвердил приятель. «Ну тогда не нуди, мне и так не слишком хорошо». «Ну я ж так, я ж с целью...» «Знаем мы твои цели», — пробосил из задней шеренги Уго, понукавший Солового Мерина. «Так и скажи, мне лень, я устал. Слушай, голопом, марш!» И отрядные кони один за другим набрали ход, переходя в быстрый, куда более плавный аллюр. Мимо замелькали редкие дубы, обрамлявшие дорогу, уходящие вбок тропинки и перекрестки с путевыми столбами, а из-под копыт весело полетела грязь, мигом покрывшая всадников едва не по ноздри, а может и выше. Кавалькада неслась навстречу встающему солнцу. «Эдак, полегче!» Гаркнул немец, а потом броня его души дала трещину, и, привстав на стременах, он оглушительно свистнул и затянул какую-то протяжную германскую песню, что, согласимся, было для него уж и вовсе необычным. Припев подхватил жандарм, происходивший из лотарингии, посему хорошо осведомленный, что почем в тевтонских землях, а ему совсем аж внезапно вторили еще двое, кажется, из дизайна лучников. Так весело, с песней. Отряд сделал голопом с половиной лье, пока наконец кони не утомились. Филиппу, в самом деле, «Эдак» стало полегче. Все-таки он был очень молод и отличался отменным волонским здоровьем, весьма свойственным всей дололеновой породе. А может, солнце и свежий воздух вкупе с бодрой скачкой так подействовали? Впрочем, воздух вскоре сделался куда как не свеж. Солнце поднималось все выше, и на смену утренней благости уверенно заступала дневная духота, марева и жар. Кавалькада перешла на рысь, а потом и вовсе пришлось пойти шагом. Так в путевых тягостях пролетело утро, и грянул полдень, и грянуло солнышко из самого зенита, как бомбарда по крепостной стене, таким лютым палом, что невольно пришлось задуматься о привале. К голове колонны подскакал лучник Анри Анока с тем, чтобы резюмировать общее настроение. Он сверкнул редкозубой улыбкой, утер рукавом грызюку с лица и доложил командиру довольно-таки исчерпывающее. «Так что, сир, народ, все!» И опять улыбнулся вовсю ширь. «Понимаю!» Филипп кивнул, потому что насчет «все», «все» было совершенно ясно и без доклада. «Эй, Уго!» «Где там твой слуга?» «Уж очень он здорово знает окрестности!» Уго обернулся в седле, скрипнув всей сбруей от ленчика до сапог, а Делла Лену пришлось в это время накрутить ухо своему гнедому, который взялся косить глазом на лошадку лучника, а также мерзопакостно скалить зубы, явно с целью драки. Филиппа нагнал слуга. «А где нам лучше остановиться?» «Просвети!» «Это...» «Это вашество можно и прямо тут, а!» Он ткнул палец в землю под копытами. «А можно тама?» «Тама...» «Это где?» «Тык!» «Тама!» Палец очертил кусок горизонта в десяток лье. «За вон от теми холмами деревенька, в деревеньке корчма, в корчме пиво». «Годится!» «Хмыкнул рыцарь, размышляя о пиве». «А далеко?» «Не, недалече. С четверть лье». «Точно?» «Не, не точно. Может, и меньше». «Меньше — это еще более годно», — ответил Филипп, всматриваясь в макушки невысокого всхолмья, будто желая срезать их взглядом. «Ступай на место, а то кони сейчас точно подерутся». Слуга придержал кобылу, немедленно отстав. Жерар же принялся разворачивать планы на ближайший привал. «Во-первых, по его мнению, было бы не худо отвезать того самого пива, холодного и с пеной, с чем Филипп был совершенно согласен. Во-вторых, плотно закусить чем-то свежим, к примеру, свининой, но сошла бы и баранина. В-третьих, опять отвезать пиво и завалиться спать на часик-другой, ибо спину ломит и вообще такая жара, что никаких сил нету. План все признали настолько толковым, что даже Ого не нашел в нем изъяна. Приободрились и кони. Причем настолько, что их смогли раскачать для последнего рывка галопом, четвероногие тоже хотели пить в тенек и свежего овса или просто пощипать травки без утеснения седел и подпруг. Но, увы. Чем ближе была деревня, тем более призрачной становилась перспектива комфортного привала. Первыми принялись волноваться лошади. От головы колонны до самого хвоста прокатилась волна недовольного ржания и фырканья. Жераров Серый принялся мотать башкой, придать ушами. За ним скакуннула Лена и дальше вдоль колонны. Вторым был Жерар, оказавшийся чуйким не хуже своего коня. — Фу-у-у! Откуда гарью тянет? Гарью еще каким-то… каким-то… да почти дерьмом несет! — постановил он и ошибся. Позади, за топотом копыт, послышалось сопенью уго, после чего тут сплюнул. «Тьфу! Лучше бы это было дерьмо!» Жерар обернулся на голос старшего товарища. «Это не дерьмо. Это трупы!» Пояснил тот и опять сплюнул. «Вот вам и привал, мать твою!» «Не понял!» «Сейчас поймешь!» Обещал де Ламье и вновь сделался мрачен. Понимать было нечего. Все оказалось слишком очевидным. Стоило дороге вскарабкаться на холм, взором всадников предстал печальный пейзаж, слишком характерный для военной поры, чтобы представлять какую-то загадку. По обеим сторонам дороги простиралось хлебное поле, вытоптанное и в проплешинах гарий. А подле соседнего холма лежала деревня, ограбленная и сожженная. Когда-то, совсем недавно, это было солидное зажиточное поселение дворов на 20. Теперь половину строений пятнали следы огня, а от второй половины остались только стены. Плетни были повалены, двери выломаны или порублены топорами. А вокруг валялась забитая скотина и люди, забитые точно так же, как скот. Они-то и давали тот самый запах, который Жерар принял за аромат дерьма, ибо трупы были, наверное, уже суточные. Правда, хватало и того самого дерьма, вывалившегося из распоротых животов или просто вывалившегося, откуда оно обычно выпадает во время жуткой агонии, что постигло многих селян. Впрочем, в подробности отряд окунулся чуть позже. Пока, осадив коня на гребне, Уго возгласил. Вот, мессиах де Сульмон, это и есть война. Да! Жандарм, тот самый лотарингец, подскакал к шефу и его товарищам. Это всего в четырех часах пути от города. Извольте видеть. Стройка Валькады сломался. Спутники сгрудились на холме безо всякого порядка. Многие из них летезрели подобное уже не раз, но вид бойни все равно подавлял. Уж очень разительный контраст складывался. Солнышко, зеленая трава и деревья в летнем наряде, напитанные влагой после дождика, и тут же местная Голгофа. Даже очень крепкие люди невольно крестились и сплевывали через плечо. Между тем, Уго выехал вперед, принявшись оглядывать окрестности из-под перчатки. «Анри! Анри, давай ко мне!» Дизанье приблизился шпоре Мерина, который вовсе не горел желанием шагать в сторону деревни, благоухавшей смертью. Опытный лучник сказал коню «Тпру!», а остановив того, поправил руку от Деламье и оглядел местность. «Пришли с юго-востока, прямо через поле, смотри, как колосья потопаны. Ушли, видать, туда же. Больше ничего не скажу, надо рассмотреть поближе». Анри поправил перевязь и покачал в нужных здоровенный корд. «Погоди! И все стойте, а то следам конец!» Прорычал Уго, останавливая всех нетерпеливых после каковых слов полез на земь. Он кинул повод на переднюю луку, отошел на три-четыре шага и встал на колени. Вскоре к нему присоединился и анок. «Ага, те самые!» Сказал он. «Тоже заметил?» «Попробуй не заметь, я же не слепой!» Ответил Уго, ковыряясь в земле. «Шли рано утром, земля еще сырая, отпечатки на загляденье». «Точно, те самые! Вот эта подкова, сбитая на сторону, и вот эта на девяти гвоздях. А вот смотри, следом знакомый какой, а? Смотри, как ноги широко ставит. А я его еще у моста вчера заприметил. «Они!» «Да что вы там бубните?» – недовольно окликнул друзей Филипп. «Какие они?» «Наши старые знакомые!» Ого поднялся, взял коня в повод и залез в седло. «Отъедем!» Делалин и немец отвели Мерина в сторону шагов на двадцать, после чего Деламье проворчал, показывая на остатки деревни. «Пору задуматься, шеф. Наши старые знакомые из Брюги приехали аккурат туда, где непонятные люди сожгли деревню». «Пахнет история, все хуже!» Согласился Филипп, после чего немедленно возразил. «Если засада, то какая-то странная. Зачем они полезли в деревню в то время, как должны были ждать нас тихо, как кот у норы? Ну, коли ты прав, и эти самые непонятные люди скачут впереди нас, чтобы в самом деле навести на засаду?» «Не знаю. Кабы знал, не предлагал бы задуматься, а задуматься точно пора. Немец указал перчаткой вымазанной в грязи на юго-восток, туда, где весь горизонт без изъятия чернел от исполинской массы орденского леса. «Мародеры ушли туда. И наши знакомые, готов спорить, туда же. А нам равнехонько, в ту сторону, прямо за ними, след в след». «Ну, не совсем. Мы уйдем слегка восточнее, по дороге». «А что им помешает подкараулить нас?» «Правильно, ничего. Даже если они не по нашу душу, но мародерам самое место у дороги, там есть кого грабить». «Есть у меня мнение, что первыми они пограбят как раз тех парней, что скачут впереди. Следят они за нами. Нет, бабка надвое сказала. А вот нарваться на мародеров они легко могут». «Ладно. Надо ехать в деревню, посмотрим, что и как. А потом и привал нужен, или мы безо всяких разбойников передохнем. И давай пока молчок. Не стоит парней лихорадить раньше времени». «Точно так, уго». «Сам думал об этом». «Хорошо». «Это». «Хорошо». Немец так нажал голосом на слово «это», что Филипп переспросил. «Что? Это». «То, что ты хоть иногда начинаешь думать». Думать – это важно. Насколько необходима данная трудная и непривычная большинству подданных разнообразных сюзеренов штука, друзьям довелось понять в самом скором времени. Всем, включая несокрушимого и опытного Деломье. Деревне досталось жутко. Банда человек в 40-50 или даже 60 окружил ее ранним утром, когда сон крепче всего. А потом началась потеха. Мародеры нашпиговали собак стрелами, чтобы те не раздражали, а потом принялись вышибать двери. В домах резали, рубили, кололи и насиловали все, как положено в ходе осуществления плановых зверств. Уцелевших тем, кому не повезло умереть быстро, вышвырнули на улицу, где... Кто-то повис на суку, в центре деревни росла пара отличных буков, другие расстались жизнью с кишками наружу, кое-кого обвязали хворостом, познакомив после этого с факелами. Иных убивали с выдумкой, отрубая конечности по частям, прижигая огнем и опять отрубая до тех пор, пока люди не превращались в сошедшие с ума воющие куски мяса. В оконцовке по деревне пустили красного петуха. Теперь бывшее зажиточное сельцо разлагалось, источая невыносимый смрад. — Шлюхины дети, а? Вот же шлюхины дети! — приговаривал Анрианок. — Даже не ограбили толком! Вот зачем это все? — Скучают, парни! — расщедрился на ответ его лучник, кажется, по имени Жак-Суше. — Скучают, вот и веселят себя как могут, а могут они вот так. Отряд перестал быть отрядом. Люди, потрясенные видом страшного и бессмысленного насилия, бродили между домов, стояли кучками и вовсе не оглядывались по сторонам. Бойцы у Далалена подобрались хорошие, вот только одна беда. Почти все неопытные. Но даже опытный Уго поддался всеобщему унынию, а зря, ибо оглядываться в столь непростое время стоило, а еще лучше выслать дозорных на окрестные холмы. И уж, наверное, надеть доспехи. Снять железо дело хлопотное, но лучше потратить время, если боевая сталь не пригодилась, чем очутиться в том самом жалком положении, когда доспехи нужны прямо сейчас, но прямо сейчас лежат во вьюках. Филипп стоял у старого бука, размышляя, не стоит ли срезать повешенных. И похоронить, чего требовали и христианские, и вообще правильные человеческие понятия. Но поднимая взгляд от босой синюшной ноги, что качалось перед глазами рыцаря жутким маятником, к изродованному лицу, Делален понял, что его взгляду нечто мешает. Что-то испоганило близкий горизонт, что-то двигалось на холме, что противлежал погибшей деревне. Переместив взор от убитого, шеф отряда осознал, что похороны крестьян достаточно отдаленная и даже призрачная перспектива. Над гребнем поднимались все выше и выше пики и алебарды, целая роща. Микой за вершины показались их владельцы, шеренга за шеренгой. Тускло блестели шлемы, нечищенные кольчуги на расстоянии казались вязаны с шерстью. Филипп обернулся. Холм позади был украшен еще хуже, на его вершине собирались всадники. «К оружию!» – заорал рыцарь за всей мочи, что крылась в его молодой глотке. «Тревога!»